Все выше и выше. Цены устремились в космос. Избушка на корих ножках или жизнь в адских условиях. Коварная болезнь. Число онкобольных выросло втрое. По традиции подводим итоги недели. Итак, почему в Казахстане все больше дорожает жизнь? Отчего чиновники так и не научились планировать бюджет? Почему в стране дорогой альма-матр? Как Казахстан должен измениться за 7 лет? И почему парламентские партии финансируются из бюджета? Теперь обо всем по порядку. 15 ноября. Премьер Смаилов на заседании Кабмин раскритиковал Акимата из-за роста цен на продукты. Цены на продукты в Казахстане растут быстрее, чем в России и Белоруссии. По оценке экономистов, продовольственная инфляция выше официальной более чем в два раза. Инфляцию экономисты не случайно называют налогом на бедность. Рост цен больнее всего, бьет по населению с наименьшими доходами. Казахстанцы стали экономить на продуктах. Отказываются от мяса, фруктов и овощей. Заменяют привычные товары на дешевые аналоги. По данным Бюро статистики, казахстанцы тратят 50% доходов на еду. Это сопоставимо с ситуацией в бедных странах Африки. В государствах Европы расходное население на продукты не превышает 18%. Цены на продукты питания в Казахстане, по официальным данным, увеличились за год почти на 23%. 23% это на продукты питания. В целом инфляция сложилась на уровне 18,8%, 19%. И понятно, что большая доля складывается за счет продовольственной инфляции. В тот же день выявлены финансовые нарушения в бюджете. Об этом на заседании Кабмина сообщил министр финансов. Ранее сообщалось, что 150 материалов направлены в правоохранительные органы. По 80 материалам возбуждены уголовные дела. Да, я говорил, более 300 миллиардов тенге, это были больше процедурные нарушения. Но в то же время было следующее предложение, что более 280 миллиардов, по ним уже нарушения восстановлены. Там были ошибочные операции, где-то неправильно бухгалтера заполнили и так далее. Но и это еще не все. Госорганы не освоили 278 миллиардов. Одним из значимых факторов системного неосвоения являются недостатки госзакупок. Из года в год хронически повторяются случаи непроведения запланированных тендеров. Наиболее остро стоят вопросы неосвоения средств регионами по причине несовершенства процедур госзакупок. В конце года эти суммы по неосвоению будут полностью аннулированы. То есть мы приближимся к 100 процентам освоения. Вчера такую задачу поставил. И понятно, там есть в основном процедурные вопросы, связанные с государственными закупками. Как сообщил министр, местные бюджеты тоже не исполнили 520 миллиардов тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Астане, Магисталской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Основные причины неосвоения те же. Длительное проведение конкурсных процедур. Ранее чиновники предлагали более гибкий подход. К примеру, в одной области идет освоение, а в другой неосвоение. И эти денежные средства можно перенести из одной области в другую. Но похоже этот метод так и не применили. 16 ноября чиновники на брифинге в столице ответили, почему в Казахстане дорогой альмаматор. Цена платного обучения в вузах стремительно растет. Ежегодно для студентов идет наценка в среднем на 15%. Причем стоимость фиксируется не везде. Раньше поступившие в госуниверситет платили оговоренную цену до получения диплома без изменений. Сейчас же в частных учреждениях этого правила не придерживаются. По мнению чиновников, ежегодное увеличение стоимости за обучение в первую очередь связано с экономическим положением страны. И это, по их мнению, нормальное явление. Некоторые сельчане продают последнюю коробу, чтобы обучить чада. А чиновники, услышав о высоких ценах, даже смеются. Стоимость поднимается в пределах инфляционных показателей. В прошлом году это было порядка 14-16%. Но вместе с этим, конечно же, нужно понимать, что качественное образование можно предоставить только платя достойную зарплату преподавателям. Поэтому, с учетом инфляции, конечно же, это вынужденные меры. Но радикальных таких и резких скачков стоимости не отмечается в университетах. Надо это отметить. Год обучения в вузах может стоить миллион триста. Есть даже ценники в два миллиона. В министерстве заявили, что стоимость обучения определяют сами вузы. Руководство заведения имеет полное право ежегодно пересматривать и повышать стоимость в пределах инфляции. Вот и получается, что надеяться на получение образования могут либо отличники, рассчитывающие на гранты, либо дети обеспеченных родителей. Для большинства выпускников школ учеба в вузе недосягаема. В стране теперь наблюдается такая тенденция, что выпускники школ выбирают те направления, где выдают больше всего грантов. В тот же день, как Казахстан должен измениться за семь лет? На этот вопрос ответ искали эксперты на форуме стратегических инициатив в столице. Так, британский экономист, автор бестселлера «Почему одни страны богатые, а другие бедные» Джеймс Робинсон полагает, что для процветания необходимо два компонента. Во-первых, широкое распределение политической власти под отчетность демократии. Во-вторых, необходимы государственные институты, способные провести реформы. В противном случае вы создаете надежды, которые не могут быть реализованы, и это вызывает у людей сильные разочарования, заявил эксперт. А когда люди разочаровываются, они ищут альтернативы. Государство должно понять, что ему необходимо создать эту инфраструктуру. И это трудно, потому что это означает отказ от власти, а это советский менталитет – контролировать все. Но вы должны изменить этот менталитет, полагает эксперт. И как признались местные экономисты, наш ВВП может превысить триллионы долларов. Вот, скажем, у нас в ВВП примерно 200 миллиардов. При производительности труда в 5-6 раз меньше, чем в развитых странах. На самом деле, наш ВВП легко может превышать 1 триллион долларов при том же населении. Я хотел бы еще не только, чтобы мы по ВВП показали значительные успехи, что мы еще в части населения. Нас должно быть здесь не 20 миллионов, а значительно больше. Для сравнения, такие же нефтяные страны, как Казахстан, Норвегия, Кувит и Саудовская Аравия живут богато. Граждане этих стран лечатся и учатся бесплатно, а бедность практически отсутствует. Что же мешает нам жить так же богато? Если такая ситуация, это же кому-то надо. Почему у нас министры с экономическим образованием делают все наоборот? Почему они берут долги за рубежом? Есть такое выражение, называется state capture в зарубежной экономической науке. В дословном переводе означает захват государства. Это феномен, когда государственное управление, государственная политика делается в первую очередь в пользу крупных корпораций. И вы знаете, ключевыми бенефициарами монетарной политики у нас всегда были банки. Получается, все жители страны живут надеждами, что все будет хорошо. Но что же об этом думают сами представители властей, которые пришли на этот форум? Государство же может убрать монополию, допустим, в бизнесе, давать бизнесу длинные дешевые деньги, чтобы малый бизнес вытягивал страну. Вы правы, но мы и стараемся делать. Демонополизация работы идет, комиссия отчитывается. Я прекрасно понимаю, я сам гражданин, я тоже жил в этой стране, родился в 1978 году и до сих пор живу и всегда буду жить. Я сам, у меня есть определенные ожидания. Мне хочется, чтобы некоторые вещи делались быстрее. Чтобы вот сказали сегодня, завтра уже сделали. Ну вы понимаете, государственное управление, экономика, особенно рыночная, это сложный механизм, сложный процесс. Поэтому работаем. 17 ноября на три политические партии в парламенте из казны ежегодно выделяется 8 миллиардов тенге. Об этом сообщил министр финансов Жамаубаев после пленарного заседания в Сенате. То есть Аманат, Ахжол, Народная партия Казахстана получает финансовую поддержку из бюджета. Аманат, как и две другие партии, прошедшие в парламент, получает из бюджета деньги на свое содержание. Деньги распределяет по количеству мест в парламенте, которые они получили по итогам выборов. Как говорят политологи, бюджетами управляют члены партии власти, потому что акимы городов и даже сельских округов являются членами партии. А городские и районные маслехаты в большинстве состоят из членов правящей партии. По финансированию партии власти в открытых источниках идет сумма, что каждый год миллиард долларов идет на это. Так ли это? Я даже не знаю, о каком финансировании власти идет речь. Партия власти, партия власти. Нет, это неправильно. Сколько денег тогда назовите сумму? Ежегодно у нас... Нет, здесь нет информации. Информация по финансированию партии у нас полностью есть. Здесь не только партии Аманат, а там есть и другие партии, которые сидят в Можилисе. То есть там есть определенные расчеты, принятые законом. Исходя из этих расчетов, выделяются средства для этих партий. Сумму вы не назовете? Сумма где-то около 8 миллиардов в целом на все партии. Как говорят политологи, каждый раз, когда политпартия получает большие деньги от государства, она имеет преимущество перед другими партиями, которые не смогли преодолеть 7% барьер. Так партия власти, пользуясь политической монополией, может наращивать свои политические мускулы. Они могут привлечь опытных экспертов, консультантов для улучшения своего имиджа и программ. Они могут организовать массовые мероприятия во время предвыборных кампаний, публиковать в СМИ платные материалы. Проблема в том, что отсутствие политической конкуренции и недостаточного контроля гражданского общества дает партии оставаться у власти долгое время. Боуранши Ахмед Ахмедяр Ильясов. Главное за неделю. Предприниматели признались в том, что им невыгодно иметь официальных сотрудников. Налоги очень высокие. К примеру, из 40 миллионного оборота 6,8 миллиона приходится только на зарплаты. Официально 265 тысяч человек работает в сфере общепита на 42 500 предприятиях. На самом деле в Казахстане действует 65 тысяч предприятий, где работают 975 тысяч человек. Среднее количество на одно заведение – 15 сотрудников. Получается, что в каждом предприятии 9 человек. В среднем неузаконенного персонала заявили в ассоциации общепита. Поэтому мы просим для того, чтобы легализовать персонал, нам необходимо сейчас, хотя бы в течение какого-то периода, платить от МЗП, от минимальной заработной платы. То есть мы выплачиваем 200 тысяч чистого оклада, а платим от МЗП. Из заявлений выходит, что некоторые предприниматели показывают официально минимальную зарплату или вообще не оформляют сотрудников. Вот и выходит, что 90% персонала у отрасли общепита – это социально незащищенные слои населения, которые тянут как могут. Как выход бизнес предложил установить единый фиксированный платеж с минимальной заработной платой и вне зависимости от размера зарплаты налоги и социальные платежи, чтобы оплачивались от МЗП. Вот какую выгоду получат государство и бизнес. Государство получает четкую статистику по безработице, четкую статистику по заработной плате. Бизнес получает экономию своих расходов. В любом случае у нас фикс у сотрудников, никому не нужны никакие отчисления. Мы приучаем таким образом наших сотрудников к тому, что они могут пойти и обратиться в поликлинику по СМС. Также другими услугами могут пользоваться. Мы же полностью банкротим персонал и легализуем их полностью. Они могут те же кредиты потом впоследствии брать, хотя это не настолько важно. Насколько важна легализация персоналей. В правительстве между тем задавались снижением нагрузки на бизнес. К тому же для развития и запуска новых коммерческих проектов нужно создать все условия. Но, несмотря на это, между правительством и бизнесом налажен эффективный диалог, говорил Смаилов на встрече с председателем президиума Нацпалаты предпринимателей. Вопрос дальнейшего развития предпринимательства является для нас одним из приоритетных. Мы ежедневно рассматриваем проблемы бизнеса в правительстве. Мы готовы и дальше проводить эту работу совместно с вами. В то же время имеются факты затягивания реализации выработанных решений со стороны госорганов, отметил премьер. Чего быть не должно. Ну а бизнес сферы общепита надеются, что им пойдут навстречу. Выход от Рауск в НПЗ на полную мощность ожидается 28 ноября. Однако принятые меры по поэтапному запуску установок уже с 23-го позволят производить 600 тонн в сутки. Которые будут также направлены для недопущения нехватки жиженного нефтяного газа, сообщили в Минэнерго. С 7 по 14 ноября НПЗ для проведения текущих ремонтных работ на заводе прекратил перекачку газа в парк хранения. Тем временем автогазозаправочные станции из западного Казахстана уже начали получать дополнительные объемы газа. Днем ранее мы уже показывали очереди на заправках, тогда у водителей появилась возможность высказать свое мнение по ситуации. Два часа уже стою в очереди. И вчера приезжал, не дождался. Сегодня вот опять приехал. Еще один завод по-владарски нефтехимический в августе вышел из планового ремонта. Тогда же Алихан Смаилов, который лично приехал на НПЗ, затронул вопрос топлива. Тут он сказал, что все объемы ГСМ должны своевременно поставляться на рынок. Ну а ситуацию, связанную с тем, что дистопливо и бензин вывозятся транзитным транспортом, решаем, сказал премьер. Они касаются того, чтобы сохранить цены на дистопливо, в частности, для внутреннего потребителя, но для внешнего потребителя, который заезжает с определенных стран, чтобы она была по цене их внутренних рынков, то есть на рынках соседних стран. Я думаю, что это будет справедливо. Экспорт газа, между тем, плавно снижается примерно на 20% в год. Однако при полной отмене экспорта республика может потерять около 2 миллиардов долларов ежегодно. Главные покупатели – Россия и Китай. Причем тут скажется ситуация с топливом на заправках. При том, что снижение уровня экспорта как раз и нацелено преодолеть нехватку газа на внутреннем рынке. К слову, резкого роста цен на газ и бензин не будет. Об этом заявил на неделе глава Минэнерго. Британский словарь выбрал слово года. Это пермакризис или непрерывный кризис. Это означает продолжительный период нестабильности и небезопасности. А связали это авторы словаря с войной в Украине, экономическим кризисом по миру и ростом стоимости жизни. Большая доля истины в этом есть. С каждым днем цены устремляются еще выше и впору уже ставить знак бесконечности на ценниках. Вот и депутаты буквально на днях заявили – дальше так продолжаться не может. Продовольственная инфляция превысила 23% за 10 месяцев. И ни один товар не подешевел. Подорожала даже зелень. Скоро вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа или петрушки. И это, похоже, не предел. Национальный банк и правительство все время топчутся вокруг двух неработающих инструментов сдерживания цен – базовой ставки и оборотной схеме. Проще говоря, богатые богатеют, а бедные будут продолжать беднеть из-за роста цен. Сытые брюхо к народу глухо добавили депутаты. Так и есть, отвечает население. Все дороже, дороже. Не знаешь, как четверых детей вот на этот. Все дорожает. И на продукты, даже и вещи, и все, все. Самое главное – вот это продукты. Это все уже. Как-то выкручиваются, детские вот получаем. Даже муж хоть и работает, все равно хоть так, хоть так ты и тянешь все равно. И четверых это тоже надо. Они и одеться хотят, и покушать хотят. И вот на чем экономят в первую очередь. На продуктах, яйца тоже дорогие, дорожает. Ну и хлеб тоже дорожает. Стараемся, чтобы дешевле. Такое. Чтобы, конечно, не было пропащей. Одежда тоже подорожала на 15% за год. Хотя и вырос объем производства одежды в Казахстане. Импорт – наше все. Почти на 900 миллионов долларов завезли одежду за 8 месяцев из СНГ. Из Китая и Турции импорт превысил прошлогодние показатели почти на 18%. Рост цен связан с инфляцией. Зарплата тоже растет. Но я не могу сказать, что это правильно, хорошо или плохо. Потому что в других странах, в Европе и Америке, цены, конечно, бешеные, но и зарплаты побольше. Я думаю, что и к нам придет такая система. А вот какое пожелание к правительству от потребителей. Снизили, конечно, цены. И зарплаты не поднимают. А что только зарплаты поднимают и цены добавляют, например. Вот это вот. Хотя вот это вот сделали бы. Поход в кино стал дороже. Услуги кинотеатров подорожали более чем на 10% за год и вырос также объем производства фильмов вместе с ценами. Между тем, прожиточный минимум вырос и в октябре составил 48,1 тысячи тенге. Самый высокий показатель в Мангистауской области – в Алматы, в Истане. Наименьшие показатели в Западной Казахстанской, Казалардинской и Туркестанской области. На 19% в нашей республике подорожали автомобили. И речь идет не только о новых машинах. Подорожание коснулось и старой техники. Выход из положения нашли те, кто привозит автомобили из-за рубежа, например, из Эмиратов. «Зачем имеется такой интерес к зарубежным транспортам?» – спросили мы. Например, один из жителей с осени прошлого года перевозил машину из Дубая за 7 тысяч километров. За год он доставил около 50 машин, а некоторые были завезены из России. Потому что цены в Эмиратах намного дешевле, а комплектация продаваемых авто лидирует, сказал он. «Мы привезли из Объединенных Арабских Эмиратов Land Cruiser 200. Цена вышла около 32 миллионов тенге. В нашей стране они стоят около 42-43 миллионов. Разница составила около 10 миллионов. Что касается утиль сбора, то он будет стоить около 8 миллионов для казахстанцев, если учесть все. При этом выгода остается около 2 миллионов». С тех пор, как в сентябре было введено ограничение, интерес к Армении утих, а в соседней России также уменьшился продаваемый транспорт. Документы машин с России сомнительно говорят герои. Вполне возможно, что владелец продаст доверенность, а затем заявит на то, что у него украли транспорт. «Хотел купить машину с салона. Полгода ждал. Цена выросла почти в два раза. Подержанные автомобили тоже подорожали примерно на 40%. Если так же будет дорожать, мы уже не сможем покупать новые машины». В следующем году по льготному автокредиту будет реализовано около 2000 новых автомобилей, но спрос населения гораздо больше. Юристы говорят, что цены на транспортном рынке должны регулироваться государством. Например, вы не можете продать машину старше 10 лет, которая собрана в Америке. То есть дорого. А у нас из-за спекулянтов транспорт дорожает месяцами. Поэтому в этом деле нужно брать пример с Узбекистана, уверены юристы. В Узбекистане не завозят из других стран автомобили. Они построили заводы и производят машины сами. Бывают, конечно, случаи, когда жители сами доставляют автомобили других марок из-за рубежа. По данным Казахстанской ассоциации автобизнеса, в этом году было построено около 71 тысячи легковых авто. Но цены выросли на 19%. Причиной этого стало ослабление мировой экономики и геополитическая ситуация. Сегодня день национальной валюты. 29 лет назад в республике ввели тенье. Первая партия казахстанских банкнот была отпечатана в Великобритании, а монеты чеканились в Германии. Со временем у нас открылась собственная банкнотная фабрика, и с тех пор дизайн неоднократно менялся. Переживали мы и девальвацию нацвалюты, и вот и сегодня не обошлось без вопроса. А не ждет ли нас очередное снижение курса? И вот что ответил министр национальной экономики. К доллару, кстати, в октябре наша валюта поднялась. В октябре тенье укрепился на 1,7%. Увеличение валютной выручки отечественных производителей оказывает благоприятное влияние на курс тенье. Гибкое курсообразование повышает сбалансированность валютного рынка, способствует повышению эффективности функционирования валютного рынка и сохранению международных резервов. Ну и в последнее время заговорили о создании цифрового тенье. Глава Нацбанка, например, сказал, мы хорошо продвинулись в этом вопросе, а решение по внедрению цифрового тенье принимает президент. На Конгрессе финансистов, проходящем сегодня, подчеркнули, что внедрение цифрового тенье окажет положительное влияние на экономику и финансовую систему Казахстана. Возможность использования цифрового тенье по целевому назначению, если я хотел бы отметить особое внимание, без угрозы анонимности конституционным правам граждан. Очень важно, что во внедрении проекта мы особое внимание обращали на то, чтобы цифровое тенье стал не заменной наличных или безналичных, а дополнением к уже существующей экосистеме, которая сложилась вокруг платежной инфраструктуры. Есть еще четыре основных принципа. Первый заключается в том, что мы позиционируем цифровое тенье и его платформу как двухуровневую архитектуру. Мы рассчитываем, что работа цифрового тенье будет в первую очередь средств финансовых посредников, участников рынка. Второе. Очень важно сдизайнить цифровое тенье таким образом, чтобы он в первую очередь был платежным инструментом, а не средством инвестирования или накопления. Третья принципиально важная вещь. Мы считаем, что интересы наших потребителей превыше всего. Ну и четвертое. Очень важно было спроектировать цифровое тенье таким образом, чтобы он действительно давал новые уникальные возможности и готовил нас к новым вызовам. Как бы то ни было, национальная валюта – это еще один госсимвол и предмет гордости для любого народа. Алихан Смаилов и глава Шкода Транспарейшн обсудили перспективы создания производства в Казахстане. Также перспективы запуска в республике проектов по производству и техническому обслуживанию, модернизации железнодорожного и городского общественного транспорта. Наше правительство уделяет отрасли машиностроения особое внимание, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с партнерами. Также считаем возможным привлечение казахстанских машиностроительных предприятий для реализации совместных проектов, сказал премьер. Для этого действует специальная рабочая группа с участием всех заинтересованных госорганов и организаций. В свою очередь представитель Шкода Транспарейшн отметил, что компания готова выходить на новые рынки, поэтому рассматривает Казахстан в качестве перспективного партнера для локализации и развития производств. Чешская машиностроительная компания Шкода Транспарейшн является одной из ведущих европейских производителей разных видов транспорта, среди которых метро, трамвай, троллейбусы, железнодорожные вагоны, электрички, электробусы. Предприятие входит в состав Шкода Холдинг. Крупнейший железнодорожный проект начали строить в Казахстане. Его протяженность 836 километров, а проект будет способствовать бесперебойному экспорту отечественной продукции и росту транзитного потенциала. Планируется возвести 419 искусственных сооружений. Это пять больших мостов, 87 малых и средних мостов, 288 водопроводных труб и 14 автодорожных путепроводов, а также объекты энергетики и связи. Завершиться должно строительство в четвертом квартале 2025 года, но обещают и раньше. В церемонии запуска работ в режиме телемоста принял участие премьер-министр. Сегодня мы даем старт крупнейшему железнодорожному проекту. Он позволит увеличить пропускную способность участка в пять раз – с 12 до 60 пар поездов, а также полностью снимет вопросы перевоза казахстанских экспортеров в этом направлении. За последнюю пятилетку объем транзитных контейнерных перевозок в республике вырос почти в 4,5 раза. За 10 месяцев текущего года грузооборот в экспортном направлении составил свыше 74 миллиардов тонн и километров. Это на 11% больше, чем в прошлом году. Мы надеемся, что стройка даст еще импульс к ускорению, увеличению объемов перевозок направления на Китай и из Китая транзитных грузов в направлении Европы. Эта стройка, с другой стороны, позволит создать новые рабочие места на этом направлении, модернизировать нашу железнодорожную инфраструктуру. Кстати, при реализации проекта доля местного содержания превысит 80%. Производство шпал, рельсов, трансформаторов, поставка инертных материалов, песка, щебня будут проводиться местными компаниями. Кроме того, будет задействовано около 3700 человек. А при эксплуатации железнодорожной линии постоянные рабочие места получат 500 человек. В октубе Акимат обещает решить проблемы дольщиков недостроенных многоэтажек. В областном центре насчитали 11 долгостроев, пайщики которых отдали деньги, но так и не получили ключи от квартир. В отношении одного из девелоперов возбуждено уголовное дело, и Аким области уверен, что проблемы дольщиков удастся разрешить до конца следующего года. Многие из них полностью расплатились за свои квартиры, а другие внесли только часть. Но после подорожания стройматериалов общая стоимость возведения домов выросла в разы, поэтому вложенных денег для выкупа жилья не хватает. Но люди согласны на любые условия и даже готовы доплатить. Да, 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 мы согласны. 100% согласны. С чем без ничего, лучше хоть так. Жилой комплекс в 12-м микрорайоне, например, начали возводить в 2020 году. Из шести этажей появилось только четыре. Стройку заморозили, но недавно работы на объекте возобновились. В доме проданы только 75% квартир. Была задержка. Аким области поставил задачу до 31 декабря сдать этот дом. Шестиэтажный дом. Задачи выполняются. Полностью работа идет, как видите, материала хватает. С заводами со всеми договоренностью есть. Плиты, кирпичи, все приходит. Один из домов, который возводится на деньги пайщиков скандального ЖСК-жилища, решили демонтировать. В нем выявлено отхождение от проекта и замена стройматериалов. Объект уже передали новому застройщику. Существующий фундамент, который признан несуществоспособным, мы оставляем. Сверху заливаем плиту. Эта плита даст как бы новый фундамент. Для чего мы экономим много времени, то есть не новым, но новый котлован. И ребята сейчас разбирают блоки. И буквально на следующую неделю начинают заливать плиту. Мы ускоряем. В Акимате разработали специальную дорожную карту по решению проблемных вопросов стройкооперативов. Часть домов решили достроить сами инициаторы, а для других домов ищут новых инвесторов. Тем октябинцам, которые не согласились с новыми условиями долевого участия, придется подыскивать новые квартиры для покупки. Конечно, это непростой вопрос, но полное понимание передачи сегодня есть. Правоохранительные органы этот вопрос сегодня держат на особом контроле. Мы всем дали возможность. Кто может, а не все, иметь сегодня возможность просто достроить. Кто не в состоянии, мы просто ее передаем реальному инвестору, который сегодня в состоянии этот вопрос взять на себя. Всю ответственность, в первую очередь, ответственность перед дольщиками. И значит решить. У нас такая договоренность. А вот в Уральске старые дома рушатся. Мы боимся за свою жизнь, заявили жители дома по адресу улицы Пушкина, 15. В доме всего 11 квартир, а половина хозяев, не выдержав ежедневных испытаний, съехали на съемные квартиры или к родственникам. У кого нет такой возможности, остаются в постоянном страхе за свою жизнь. Жители дома говорят, что боятся оставлять детей без присмотра и просят органы помочь. В этом доме жить невозможно. Здесь молодые и дети живут. Условия, как вы сами видите, течет сверху. Пол вот дырявый. Постоянно дует. Дети постоянно болеют. В городском отделе ЖКХ сообщили, что жалоб от жителей данного дома не поступало. Здесь отметили, что в городе насчитывается 1254 многоквартирных дома, 52 из которых аварийные. Дом по улице Пушкина, 15 не входит в этот список. Дом по адресу Пушкина, 15 не проходил экспертизу. Чтобы это сделать, жители должны прийти к нам и написать заявление с просьбой проверить его на предмет аварийности. После чего мы поставим их в очередь на жилье. Также есть второй способ решить данную проблему. Это найти инвестора, чтобы снести дом и построить новый. Все интересующие вопросы можно обсудить у нас на консультации. В Актобе медсестра, которая вела по ошибке 42 первоклассникам живую вакцину БЦЖ вместо туберкулиновой пробы, уволилась с работы по собственному желанию. Школа расторгла договор с медикус-центром, который отвечал за здоровье детей в четырех учебных заведениях Актобе. После скандала с работы ушла и школьный педиатр, а глава частной клиники отделалась строгим выговором. Врача и медсестра отстранены от работы. Дети ежедневно под медицинским наблюдением. Теперь по поводу главного врача медикус-центра, ей объявлен строгий выговор. И все школы, которые медикус-центр обслуживала, четыре школы, переданы в Каргалинскую городскую больницу, выделены специально для школ медицинская сестра и врач. Между тем, в отношении 58-летней медсестры расследуется уголовное дело за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей. На осенних каникулах эти первоклассники прошли оздоровление в реабилитационном центре. До Нового года их обеспечили горячим питанием и витаминами за счет клиники. Ему уже рассказывали об этом в сентябре, когда школьная медсестра перепутала препараты и вместо пробы МАНТО ввела БЦЖ. В этой школе учатся больше 400 детей, и родители теперь переживают, как халатность медиков может отразиться на здоровье детей. Они подозревают, что медики перепутали препараты в спешке, так как прививали сразу большое количество. У ребенка рука сильно начала болеть. Стал жаловаться, что не может раздеться после школы. Место укола загноилось и начало лопаться. Потом узнали, что такая же реакция и у остальных детей. А у некоторых температура резко поднялась. Ситуацию взяли на особый контроль. И тогда в облздраве отметили, что такой случай в практике впервые. В прокуратуре заведено уголовное дело против медицинских работников. Да, мы не скрываем, что здесь произошла ошибка медработника. До проведения БЦЖ надо было провести МАНТО. Они вместо МАНТО сделали БЦЖ. Если кто-то думает, и родители так думают, что мы заразили туберкулезом, я скажу, что вы глубоко ошибаетесь. Как же можно было перепутать ампулы, сами медики объяснить не могут. Проба МАНТО хранится в жидком состоянии. Вакцины БЦЖ в порошке. Его еще нужно разбавить. По словам иммунологов, полученная прививка не опасна для детей. Все закончится местной реакцией организма. Это нагноение, место укола, рубцевание. И после заживления останется шрам. В Западной Казахстанской области выросло число онкобольных детей. Статистика показывает увеличение более чем в три раза. И всего три года назад врачи регистрировали четыре новых случая онкозаболеваний в год. В 2022 году уже 14 случаев. В настоящее время в регионе на учете состоят 82 ребенка с онкозаболеванием. Врачи призывают обращать внимание на состояние детей. Если ребенок перестал быть активным, появилась быстрая утомляемость, одышка и беспричинная высокая температура, то это повод сдать кровь на анализ. Частые признаки онкопроцесса, если это гематологические, там в анализе крови будут цитологии, то есть аплазии, коротворения. Пластым языком это анемия, тромбоцитопения, ликоцитопения. Ребенок часто болеет. Если солидная опухоль, это постоянные лимфатические узлы, независимо где. То есть подчелюстные, подмышечные, паховые. Часто постоянно ребенок болеет. Чаще всего у детей диагностируют лейкемию, лимфому и опухоли головного мозга. Вместе с тем за год выявляют полторы тысячи новых случаев онкозаболеваний у взрослых. Росспециалисты связывают с диагностикой на ранних стадиях в ходе скрининга. Сейчас соответствующее лечение в регионе получает 8 тысяч пациентов. Самое главное – обратиться вовремя, не запускать. Это я уже знаю по себе. Если бы я обратился вовремя, может, такого и не было бы. Но, как говорится, сейчас другим, вот хочу просто сказать, что действительно, если есть малейшие какие-то подозрения, пускай обращаются. При этом в регионе существуют проблемы в диагностике онкозаболеваний. Не работает аппарат лучевой терапии – это линейный ускоритель. Пациентам приходится ездить в другие регионы. Сейчас вынуждены люди выезжать. Это получается, мы тесно сотрудничаем с ближайшими регионами. Это у нас получается АТРАУ, АХТУБИ, АХТАУ. Проблема пока на данный момент не решилась, но уже найдено решение. У нас есть договор ГЧП с инвесторами. Есть уже на данный момент проводится ремонт, подготовка помещения для инсталляции оборудования. И ожидаемые сроки установки – это первое полугодие 2023 года. Врачи говорят, что на ранних стадиях рак из себя никак не проявляет. Поэтому необходимо вовремя проходить скрининги, которые для казахстанцев проводятся бесплатно. А в АКТУБИ не будут возводить мусоросжигающий завод. Власти намерены раз и навсегда решить наболевший вопрос сортировкой и переработкой твердых бытовых отходов. Поэтому они ищут бизнесменов, которые готовы вложить свои деньги в социально значимый проект. Переговоры с потенциальными инвесторами ведутся, однако конкретных предложений пока нет. В городе тем временем назревает мусорный коллапс. Почему же дворы многоэтажек продолжают утопать в отходах, рассказали сами жители. Приезжают ночью, убрасывают все, потому что бесплатная мусорка. Возле дома не будут выбрасывать своего. Они выбрасывают возле других домов. Раньше лежало по целых две недели столько огромной мусорки. Я уже замучился перетаскивать вот этот наложок здесь. Я перетаскиваю, когда есть здоровье, я перетаскиваю. Я перетасил сегодня, и вечером наложили ночью вот эти вот, ну, большие, так сказать, диваны и все просили. Старая сломанная мебель, негодная сантехника, строя отходы после ремонта. Выбрасывать такой мусор категорически запрещено. А за нарушителями санитарного порядка следят видеокамеры. На их установку из бюджета потратили 17 миллионов. Но люди продолжают выбрасывать негабаритный мусор, и их не пугают штрафы. Все видеозаписи мы направили в департамент полиции. Наверное, уйдет около месяца, чтобы расшифровать их и установить личности нарушителей. Из 585 контейнерных площадок камерами планируется оборудовать более половины. Между тем, глава региона подверг жесткой критике работу мусоровывозящих предприятий. Город обслуживает 4 подрядчика и 500 единиц спецтехники. А местные операторы часто меняются и плохо справляются с этой задачей. В прошлом году тендер на вывоз ТБО выигрывала столичная компания и завезла евроконтейнеры для раздельного сбора мусора. Между тем, экологическую ситуацию в Актобе усугубляет бесконечные пожары на полигоне. Только за лето городская свалка горела 13 раз. Пока тушили огонь, жители задыхались от едкого запаха гари. Эксперты подтвердили, что старый полигон уже давно исчерпал свой ресурс и представляет собой угрозу. Глубина захоронений достигает 15 метров, но в Акимате решили не переносить свалку, а расширить ее на 18 гектаров. Новый проект обошелся казне в полмиллиарда тенге. В Актау в одном из кафе произошла драка со стрельбой. Два человека попали в больницу. Обоим пострадавшим по 19 лет. У одного дробовое ранение, у другого закрытая травма коленного сустава. Момент нападения попал в объектив камер видеонаблюдения. Несколько мужчин зашли внутрь кафе, подошли к двоим мужчинам и стали наносить им удары. По факту покушения на убийство и сулиганских побуждений сотрудниками криминальной полиции, управления полицией города Актау, установлены задержаны 6 подозреваемых. Все участники данного инцидента водворены в изолятор временного содержания и на информацию в интересах следствия не разглашаются. Уральские полицейские задержали подозреваемую в убийстве 35-летнего мужчины. Утром 16 ноября в полицию сообщили о преступлении, совершенном в одной из гостиниц города. На место преступления была направлена следственно-оперативная группа, которая по приезду в номер гостиницы обнаружила труп мужчины. В помещении также находилась 28-летняя женщина, которая дала признательные показания об совершении особо тяжкого преступления. Ей грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99-й части 1-го уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемая задержана и выдворена в изолятор временного содержания управления полицией города Уральска. По делу назначены ряд экспертиз и проводятся все необходимые следственные действия. Житель Атраусской области превратил свой дом в фитолабораторию по выращиванию марихуаны. Сотрудниками управления по противодействию экстремизму и наркопреступности в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий был выявлен 54-летний подозреваемый, который выращивал на территории города растения, содержащие наркотические вещества. В ходе обыска у жителя Атрау, решившего заработать незаконным путем, было обнаружено и изъято 50 кустов конопли, более 2 килограммов высушенной марихуаны и ее семена. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Подозреваемый водворен в ИВС Управление полиции города Атрау. По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса республики и части 1 статьи 300 УК РК. Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество марихуана. Общий вес выращенной конопли 49 килограммов. В прошлом году таких фактов было 8, с начала этого года 9. Ночное смертельное ДТП в Мангостаусской области шокировало не только полицейских, но и опытных автолюбителей. Вечером 14 ноября в районе села Атамикен Муналинского района столкнулись два автомобиля. Один из которых загорелся после аварии. В результате два человека скончались на месте. Видео с места происшествия попало в сеть. Очевидцы говорят о том, что якобы два автомобиля устроили гонки. Так ли это, придется выяснить полицейским. В результате дорожно-транспортного происшествия один автомобиль сгорел, два человека погибли. В данный момент обстоятельства происшествия выясняются. Данный факт зарислен в ЕРДР отдела полиции Муналинского района по статье 345, части 4 УК РК РК. Почти 24 тонны спирта пытался реализовать житель Акмолинской области. Департаментом агентства по финмониторингу по Акмолинской области завершено досудебное расследование по факту незаконного приобретения спирта с целью сбыта, а также осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Так, в ходе проведения осмотра места происшествия в прицепе автомобиля обнаружены 24 пластиковые емкости объемом 1000 литров каждая, наполненные спиртосодержащей жидкостью. Согласно заключению ДГД по Акмолинской области, общая стоимость изъятой спиртосодержащей жидкости составляет более 27,5 миллионов тенге. Приговором суда гражданину Баджанову назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем. Субтитры создавал DimaTorzok